Заснеженные горные вершины как напоминание о том, что массовый наплыв туристов не за горами. На курортах Красной Поляны уже много гостей, которые осваивают лыжные трассы на самом верху. Некоторым помогают инструкторы. Из Центральной России приезжают, Москва, Питер, также еще Сочинские приезжают. Все круто, снега много, приезжайте кататься. Будем покорять вместе вершины. Большой восторг. Все продумано, хороший сервис, инструктора. Ребенок катался первый раз и после двух часов с инструктором сразу поехал. Константин и Елена Ващенко из Ульяновска. Два года назад они приехали в Сочи, занимаются бизнесом. Здесь с малышом, чтобы подышать горным воздухом. Пока только прогулки на высоте 960 метров над уровнем моря. Мечтают в ближайшем будущем встать на лыжи. Нам здесь очень нравится природа, очень нравится воздух, вид вокруг и прекрасный горный курорт. Друзья, которые не были, они, конечно, просто в восторге, потому что вроде бы здесь рядом, да, от Сочи ехать 40 минут на машине, а этого всего не видно. Когда сюда попадаешь и поднимаешься, как будто вообще другая какая-то вселенная. Вселенная под названием Красная Поляна зимой принимает 1 миллион 300 тысяч человек. В этом году цифра должна быть такой же, а горные отели должны быть заполнены на 100%. В первую очередь требования к безопасности Сергея Юрченко, заместитель главы города, требует обеспечить антитеррористическую защищенность объектов торговли горного кластера. Это и наличие рамок металлодетектора, и кнопки тревожной сигнализации, и видеокамеры, плюс качественная работа охранных предприятий. При том опыте, который уже есть, за несколько лет скопился после Олимпийских игр, мы еще раз докажем нашим гостям, что у нас качественно и безопасно отдыхать на курортах Красной Поляны. Безусловно, одним из важных вопросов – это вопросы безопасности. Также мы проговорим, чтобы были соблюдены все меры, чтобы нашим туристам было не только комфортно, но и безопасно находиться. Гости, которые приедут в Сочи на новогодние праздники, будут останавливаться не только в горах Красной Поляны, но и в прибрежном кластере. Им рекомендуют пользоваться общественным транспортом, работа которого будет усилена. Добираться до горнолыжных курортов они смогут как на автобусах и электричках, так и на личных машинах. С 1 декабря заработали новые экспресс-маршруты 105-й, 135-й экспресс. Это, конечно, удобство и для наших жителей, и для наших гостей. Ну а тем, кто все-таки соберется ехать на своем личном автомобиле, я просто хочу напомнить, что, конечно, без зимней резины въезд в горный кластер будет запрещен. И служба ДПС, они тоже здесь усилят свою работу. На дорогах курорта и в особенности на подъездах Красной Поляны установлено информационное табло, где будет отображено количество свободных парковочных мест. Рекомендуется учитывать эту информацию и в случае, если мест для парковки машин в горном кластере не останется, оставлять авто в Адлере, в Америкинской низменности и добираться на поляну общественным транспортом. Обсудили на совещании новогоднее убранство курорта, подготовку культурных программ, а также ценовую политику отелей и качество предоставляемых ими услуг. Проверили тщательно и небольшие частные гостиницы. На сегодняшний день мы выявили, что основным недостатком по малым средствам размещения является то, что у них размещены кнопки экстренного вызова ЧОПов, а не полиции, что является нарушением. Все эти недоработки будут устранены и с 29 декабря до конца праздничных каникул на территории Красной Поляны будет работать Краевой, а в его составе и городской штаб. Ежедневно на дежурство будут выходить около 50 сотрудников мэрии и городских служб. Мониторинговые группы будут проверять работу отелей, предприятий общественного питания и розничной торговли, контролировать транспорт и дороги, обеспечивать бесперебойную работу, коммунальная инфраструктура, а также следить за санитарным состоянием улиц, чтобы высокий зимний сезон провести на достойном уровне.